Дорогие друзья, прослушайте статистику после первого периода. Статистика первого периода. Броски 15-17. Блокированные броски в створ 7-7. Голы 1-2. Вбрасывание 12-8. Блокированные броски 4-3. Силовые приемы 1-2. Фолл против игрока 1-0. Штрафы 0-2. Самое главное в этом матче. Вангард сделал бросков больше своих соперников. Это 15-17. Даже когда по телевизору смотришь трансляцию, то есть такое чувство, что металлург Новокузнецк просто делает трансляцию, но не выдает графики. Смысл тогда делать трансляцию, если графики нет. График заключается в том, что надо хотя бы результат показывать, счет и показывать сколько осталось до конца периода. Ну так если вы не делаете графику, то показывайте хотя бы табло, где показано сколько осталось играть. Потому что когда комментатор комментирует эту трансляцию, то он должен же хотя бы в эфир говорить сколько осталось до конца этого периода. Потому что ему затруднительно дальше говорить свои впечатления, которые сейчас происходят на самом матче. Но сделайте пожалуйста графику, чтобы болельщики, которые смотрят этот матч, знали сколько осталось до конца периода. Если у них даже нет интернета, они смотрят ее по ТВ. Что у нас развивалось в первом периоде? В первом периоде сыграли всего лишь 3 минуты и счет уже становится 2-0. Первый гол у нас забил Хамитский Вадим с передачей Паршина Дениса в равных составах. Второй гол у нас забил Куставсон Эрик с передачей Александра Попова, тоже в равных составах. Но спустя 7 минут удаляется Кирилл Лямин. После того, что были атаки, Барулин спасал. Но как было? Почему у нас случилось удаление? Удаление случилось из-за того, что Константин Барулин вышел из ворот. Когда возвращался, то, защищая ворота, Кирилл Лямин сделал фолл игрока. Подножка. После чего нам забил Кейт Фирлл Чайлл. И счет на табло стал 1-2. Дорогие друзья, мы вернемся после окончания второго периода. Перерыв. Дорогие друзья, завершился второй период в хоккейном матче Авангард Омской области против Металлург Новокузнецка. Прослушайте статистику после второго периода. Статистика второго периода. Броски 20-17. Броски в створ 12-11. Голы 1-0. Вбрасывание 6-13. Блокированные броски по одному. Силовые приемы 3-0. Фолл против игрока 2-0. Штраф 0-4. В этом периоде забили гол Новокузнецкий и Металлург с Райн 100 с передачи Малиновский-Владимир в большинстве. У Авангарда удалился Фищенко-Иван. И после чего через несколько секунд нам забили. Можете сказать через минуту. Нам забили. Во втором периоде комментатору 12-го канала легче было вести трансляцию. Так как Новокузнецк выдает после второго периода графику. И получается теперь легче вести трансляцию. А вот когда не было графики, то вообще было плохо вести трансляцию. Даже если бы кто-нибудь другой, например, я, вел бы трансляцию. Мне было бы очень сложно вести трансляцию без графики. Сколько осталось играть до конца периода. Но они после первого периода выдают нам графику. И впервые, я так думаю, выдают нам интервью. А также обзор после каждого периода. До этого у них не было. Ну да. Зачем делать после первого периода, если можно делать весь матч. Графику там показывать. Сколько постеловых приемов сделано. Сколько голов забили и так далее. Как делают Россия 2. Ну и другие телеканалы. В том числе и КХЛТВ и КХЛТВ-HD. Вернемся после третьего периода. Или же после овертайма или буллитов. Если они будут. Перерыв. Дорогие друзья, завершился хоккейный матч. Металлург, Новокузнецк, Авангард, Омская область. Прослушайте статистику третьего периода. Статистика третьего периода. Броски. 23-12. Броски в створ. 14-10. Голы. 0-1. Вбрасывание. 14-8. Блокированные броски. 4-3. Человые приемы. По нулям. Фоулл против игрока. 0-2. Штрафы. 4-0. Статистику после хоккейного матча. Металлург, Новокузнецк, Авангард, Омская область. Прослушайте ее. Статистика всего матча. 58-46. Броски в створ. 33-28. Голы. 2-3. Брасывание. 32-29. Блокированные броски. 9-7. Силовые приемы. 4-2. Фолл против игрока. 3-2. Штраф. 4-6. Прослушайте теперь, кто забил в этом периоде. Забил в этом периоде. У нас Паршин Денис. Третью шайбу. Во втором периоде нам забил район 100. Это понятно, да. В третьем периоде что у нас еще было хорошего? Ну, удалений много было, да. И самое главное, что когда текстовую трансляцию писала пресс-служба новокузнецкого металлурга, то они написали про Ложкина, что его нет в составе. Ну, это как так? Как такое может быть, что этого игрока не может быть в составе, если он числится в составе? Ну, потом, конечно же, исправили это, но самое главное, не делайте ошибки. И так же, как и в трансляции. Когда вы делаете обзор всего матча, то, пожалуйста, тогда, когда у вас обзор закончился, и вы показываете просто арену, то музыку хотя бы заглушайте. И делайте оформление на целый матч. Не со второго периода, а целый матч. И все. Авангард идет дальше. Авангард играет следующий матч с Адмиралом в 13 часов. Ровно по умскому времени. По московскому это в 10 часов. Не пропустите эту трансляцию на 12 канале. А так же подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok